Во славу Божию! Мир вам! Мы проповедуем Христа Воскресшего, чтобы люди не грешили, чтобы после смерти в ад не попали. У вас духовные вопросы есть какие? Я постараюсь ответить. У меня всегда один вопрос к людям, которые считают себя поборниками любой религии. Вот скажите, ад и рай для представителей разных религий, он один и тот же, или это разные объекты? Я христианин, и поэтому я говорю, как написано. Что есть возмездие за гробом, это еще и древние индики, и египтяне все верили в это, но по-разному. У нас написано огонь и червь, у нас рай – это внутренняя духовная радость со Христом, а мусульман – это гурья будут обновляться, у тебя их будет по 20 жен на одну ночь. У нас это даже при жизни думать нельзя об этом. Вот послушайте. По-разному, я отвечаю, по-разному. То есть это разное помещение, да? Разное понятие. У нас откровение Божие, а у них выдумки человеческие. А где они находятся, вот этот рай и ад? Ян Затауз говорит так, я быстро отвечаю. Я полагаю, он говорит, что ад находится где-то за пределами Вселенной. Точно не указано. А Ян Затауз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А рай находится на небе, определенно и четко. Мертвые воскреснут, будут вознесены. А на небе относительно земли это на какой высоте? Я не понял вопроса. Рай на небе относительно земли на какой высоте? Никто не знает. Я вам ответил, что чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Написано, до третьего неба Павел был восхищен. А еще и с неба небес. Мы этого не знаем. Да я не знаю зачем, на каком расстоянии. Мне главное в доме. А на каком расстоянии? На вытянутую руку или через дорогу? Где мне поесть дадут? Главное для меня пища, духовная пища, Евангелие. Христос. Вы как думаете, мне сколько лет? Ну, под 70 где-то. 80. А если вы узнаете о том, что я работаю в интернете, вот первое это Ютуб, открытым оком. У нас тут 14 тысяч 100 роликов. 14 тысяч. Мы с нуля строим православную деревню, где человек должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем с нуля. А 21 тысяча сел исчезли в Российской Федерации. А где вы находитесь? Алтайский край, город Барнаул. Был, был, я так там был. Вот. Мы взяли землю, получили статус. И теперь вот все верующие. Первым делом... Я очень уважаю вот таких людей. Государство не дало ни рубля за 27 лет. Я образовал, по милости Бога, лагерь образовал православный. 45 лет. Тысячи детей ни рубля государство не дало. А нам есть что показать. 45 лет непрерывно. С чужими детьми, с беспризорными. Поднимали на ноги. Бывает, за свои деньги даже билеты им брали. Уезжают там одежду купить. У него ничего нет. И у нас были там католики, баптисты, мусульмане, цыгане, евреи. Кого-то и не было. Мы ни к чему не принуждаем. Но к концу сезона все молятся одинаково по православному. А они видят любовь. Это их трогает. У меня брат, он на 5 лет моложе меня. Он протеерей. Вот если вы зайдете на наш ютуб, то увидите, как к нам приехал митрополит местный. Воскресенье прошлое. Открытый окон, вот видите, Библия. Внизу моя фамилия, имя. Я запомнил, запомнил. Да вы где-то запишите. Вы зайдете. Вот если под этими двумя строчками напишите сайт. Значит на сайте будете. Я же через этот буду заходить, через ютуб. Да. Ну а это сайт, это тоже можете зайти тогда. Это сайт. На сайте там 41 книга мои, которые вышли из печати. А форум это ваш личный, да? Да, мой личный. 1600 тем. А внизу это для скайпа мои фамилии, имя. Все понятно, записываю. Да. И вот мы деревню это строим не просто так. А мы этим хотим показать, что Бог живой. Живые люди. И нам препятствий столько было. И Бог все устранил. Вот одну лошадь кое-как достали. А лошадь рядом была. Он оторвался, прибежал, а у него штырь в спине торчит. Загубили лошадь. Всякое злодейство. Вот я начальник детского лагеря. И когда мы уезжали на зиму-то, 18 раз дотла сжигали. Дотла. С вами коллеги можно сказать. Я инструктор по рукопашному бою в детском военном клубе. Вот я начальник детского лагеря. И у нас особый порядок. У меня дети вставали в 5 утра. Особый распорядок. А вечером голосуют во сколько лечь. У нас очень строгая дисциплина. 5-6 раз в день купались только. Мы пруды сделали свои. Огорожено поплавками. На лодках плавают. Каждое воскресенье на лошадях. Пятису костер. Огромная яма там есть. И сделано так ярусами. Мы подиум называли, как греческий. Там стихи на музыкальных играют. Бесплатно. Государство мне ничего не дало. Я должен был где-то доставать. Ну, у меня большие знакомства. Прокурор края, губернатор, мэр города. И все помогали. Они видели, приезжали, смотрели. Конечно, все удивлялись. А я прошел какой путь-то? Пять тюрем позади. Меня за слово Божие гнобили. В 86-м году последний раз судили. Лишили последнего слова. Я насчитал на пленку. Распространил 50 книг. Это Библия. Вот одна Библия только. Смотри, какая Библия. Я ее от корки до корки насчитал. Златоуст 12 томов. Житие 12 томов. Добротолюбие. Высшая философия мира. Христианская. Пять томов. 50 книг. Если вы сейчас зайдете в интернет... Я так понимаю, вы же не как православные, да? Нет, мы православные. Мы в эту церковь ходим, которая открыта. Ну, в эту же, да? Это наша церковь. Это наша. И вот мы, когда начинаем что-то делать, всегда надо поставить задачу. А кто поведет? И вот я нашел. Не я нашел, а это американцы. Такое исследование провели. Вот войну бывает. Ну, снайпер убил полковника. Ну, следом за ним подполковник. Однако в атаку повел сержант. Почему? Они стали исследовать. Надо... У лидера должно быть 6 качеств. Вот послушайте, вам это очень полезно будет. Первое качество. Воображение. Ты должен заранее знать, что потребуется. Какие снаряды. Какие парашюты. Если ты спортсмен. Дальше. Второе. Знание. Вот мы... Я должен уметь знание, что требуется. То есть, какие лучшие способы обработки земли. Как выращивать скот. Я голубей держу. Как, где, чем кормить. Третье качество. Умение. Одно дело знать, другое уметь. Я строитель профессиональный. Я печник. Я плотник. Бетонщик. Я все сам делаю. Дальше. Четвертое качество. Решимость. Вот к Серафиму Саровскому пришли. Говорит, почему ты сумел, а мы не можем. Он говорит, решимости не хватается. В один день оторви это все. Эту пуповину-то перережь. Решимость. Пятое качество. Оно как будто не христианское. Беспощадность. Вот человек обманул, бросил. Отсекай его. Он только тормозить будет. Он носилки бросил на пути. Беспощадность. И шестое качество. Самое трудное. Привлекательность. Другое имеют. Он строгий. Все может. Привлекательности нет. Делают, пока он здесь. Он ушел. Все стало. А если люди любят руководителя, они боятся. Боятся, как бы руководитель не был недоволен. Чтобы не огорчить его. Он все для них сделал. Как мы можем его огорчить? Вот это, да, что надо не бояться руководителя, а бояться его подвести. Да. Что не огорчить его. Он для них все сделал. Они это понимают. Привлекательность. Его нету. Он куда-то уехал. А он в центре всех дел, которые они делают. Вот эти качества, если этого нету, вымоли у Бога. И ты увидишь, как это пошатнется стена. Я вот и был в вузах. У меня сколько заключенных покаялось. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умил по-христиански. Один из следователей КГБ стал священником. Это Бог делает. Вот спрашивает. Ну, а вы видите, что евреи все захватили в стране? Вы видите, что там куда щубайску перегнали? Вижу. Почему не боретесь? О, я борюсь. А какое оружие? Любовь. Я должен ему показать. Со Христом лучше. Я вот отсидел, а теперь 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. 3700 человек. Бесплатно. Бесплатно. Я заношу туда, достаю с разрешения начальства. Что? На Пасху яйца покрасили. Они выходят из тюрьмы и меня ищут, где найти, отблагодарить. Преступники. Они знают, что я каторжанин. Я знаю, о чем он думает. Я ему бумагу чистую приношу, там и Евангелие. Так это не один, не два дня. А я 18 лет сотрудничаю. 18 лет преподаю в пяти университетах. Во всех отделах милиции, пять отделов в Барнауле. В городском и краевом УВД. За мной приезжает от них машина. Все воинские части мной охвачены. Все техникуме. Заводы, фабрики, прокуратура, КГБ. Я был самый востребованный в стране. И три ради программы веду каждую неделю. А одна онлайн, часовая. И это вы все найдете на нашем здесь сайте. Я понял, понял, понял. Это ролики там. Это не просто так. Я не выдумываю. И мне это невозможно сделать. У меня нет гуманитарного образования. А со мной беседуют профессора, академики. Вот так вот. Мы преклоняемся перед вами. Об ними да поцелует ректор. Мэр города также. А мэр города наш в десятку лучших мэров России входил. А почему? Бог. Это Бог делает. Моего там ничего нет. У меня из печати вышло 38 книг и 7 в интернетной версии. 4 тома стихов по 800 страниц. 3 тысячи 467 стихотворений по 9 куплетов. 36 строчек. 9, 4, 36. И напротив строчки, местописание, откуда мысль взята. 36 раз надо Библию открыть. Таких стихов в мировой практике не было. Ничего себе. Да. А как это так? Я не знаю. Я смотрю сейчас стихи, читаю. Они как будто бы я никогда не видел. Там вот одно стихотворение я про себя написал. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну в истерике, в бессилии. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мемет Акриды, а штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд. Следы. Считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Вообще исключительно, конечно. Это положено на песнопение. Если вы зарядите пример к себе своим воображением, вы послушайте, как она поется песня. Или если, допустим, День Победы на 9 мая, День Победы, и напиши Лапкин Игнатий, и вы увидите, как наши люди на мои слова поют эти слова. День Победы. А ну попробуйте. Зарядите День Победы и Лапкин Игнатий. Напишите. Игнатий Лапкин. Внизу считайте. Нижняя строчка. Так. Все. Игнатий. Игнатий Лапкин. Да. Я там стучаться вон лезут. Вот зарядите сейчас День Победы, и вы сразу услышите. Лапкина, Игнатий. Я сейчас-то укладно не буду. Ну ладно. Я даже простое скажу. Вас как звать? Николай. Вот Николаев, вы знаете сколько? Сколько Игорев, сколько Михаилов. А Игнатий вам встречался еще? Первый раз. О! А вот слушайте, я преподаю в школах, занятия веду. Ну дети там бывают, не очень слушают. Меня вызвали на Сибирск. Они два-три класса в один класс. Я занимаюсь через коридор, прохожу следующий урок, там два-три класса. И за неделю всю школу охватываю. И завуч говорит, я с вами на каждом занятии. Новые люди, вы вступление делаете. И все время разное. Я такого не встречал. А как? А как вы знаете? Я говорю, я захожу, гляжу, что написано. Экономика должна быть экономной. Я о деньгах буду говорить. Если я видел картину Рембрандта и рядом Воснецова, я их соединяю здесь и начинаю об этом говорить. В мировое искусство ввожу. Мне надо увидеть, что именно здесь. И Господь тогда покажет величие свое. Повторяю, у меня нет гуманитарного образования. Никакого. Я просто молюсь. Нет, но вы же все равно что-то читаете. И, судя по всему, очень много читаете. Я очень много читаю. Голова мусорный ящик. Я в армии самостоятельно изучил английский, немецкий, французский. Все политические системы мира за службу в армии. А говорят, годы пропали. Ничего подобного. Я у немцев проповеди говорил самостоятельно. Почему? Я люблю Бога моего и прошу Господи, где я могу быть полезен? Это Бог делает. Я первый раз такого человека вижу. Так вы в интернете зарядите на меня столько врагов, столько людей. А один был такой, кажется, Дельеев, философ. И он говорит, я о вас услышал столько клевет в ваш адрес. И теперь я, несомненно, знаю, вы прекрасный человек. Если я мертв, на меня нападать никто не будет. А один напал тут, наверное, на Златоуста, лучший проповедник. Синицын. Он сегодня выставил против меня ролик. И вокруг него там колготятся. А я благодарю Богу. Написано, если ваше имя будут поносить, лгать, вы награду получите, Господь говорит. Для меня это радость. Но за него печально, что ему выпал жребий быть поганым ведром. А Господь говорит, в доме моем есть чистые и нечистые сосуды. Мне награда за это. Чем больше вы на меня нападаете, тем мне веселее и радостнее. Я рассказываю всем, как я однажды попал на маленький сабантующий день рождения. Зашел там пять генералов. Ну, генеральские звания они в гражданском. Это мэр города, прокурор края, генерал-лейтенант. И они говорят, а мы только о вас рассуждали. У нас близкие отношения. Я говорю, и что? Мы более счастливого человека не знаем, чем вы. А я говорю, а по каким параметрам определяли-то? Ну, вы делаете то, что вам нравится. Вы все время счастливые. Вы улыбаетесь. Столько людей поднимаете. Преступники каются. А мы еще... Вот убил, я сижу, прокурор, так сказать, краевой судья. Мне это на дух не надо. Я ничего не могу сделать. И однажды тут на меня вышел один шолоховед. Стручков Александр. Я его не знал. И он один раз поговорил. И он, гляжу, он там в интернете распространяет. Я такого встретил человека, который счастливее всех, кого я встречал. А у меня нет ничего. У меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет стажу. 8 тысяч. Это 145 долларов. На месяц. Я за электричество должен заплатить за интернет. Ну, не умереть с голоду. Но я не пью, не курю. Водку не пью, мясо не ем. То есть у меня минимум. Я иногда не топлю, довожу градуса 3, чтобы ведро угля сэкономить. И у меня нет печали в этом. Я благодарю Бога. Вот с книгами своими, которые у меня вышли, 38 томов, я решил подарить библиотеке мира. Мои книги в Ленинской библиотеке, в Москве, в парламентской, в исторической, в Москве. И мы из Барнаула купили газель и проехали до Владивостока. Порт находки. Я везде, в города все это дарил. Отсюда теперь забросили контейнером границы и прошли до Португалии. Турцию. Шесть мусульманских республик. Скандинавию, Прибалтику. В Великобританию отдали. Шотландии переслали. Уже сами не смогли сделать. Ирландия. Это Бог сделал. Шестьсот пятьдесят городов. Я подарил шестьсот пятьдесят комплектов. Это на тридцать пять миллионов. На тридцать пять. Это я радость испытываю. Люди считают. Преступники становятся на истинный путь. Если человек начал считать, то сегодня я получил только. И он говорит, это невероятно. Мы, говорит, считаем и плачем. Считаем и плачем. Почему? Я описываю, как суд шел. Суд тайно записан был, когда меня судили. А потом отослали во Францию. И там русское слово, оно напечатали. А потом прислали. А тем более я реабилитирован. Понимаете? Надо, я всегда говорю, надо в бедности научиться жить красиво, интересно. И не хулить ни власти, ничего. Занимайся своей душой. И поприще тебе откроется. Вот представьте, я в интернете 80 лет сижу. Это мною поставлено. Мне помогают, конечно, помощники. 14 тысяч 100 роликов. Такого Ютуба ни у кого нету. 14 тысяч. А тут какие ролики? Там по два часа бывают. Если вы зайдете на наш Ютуб, ну, дней через 10, вы нашу встречу, вот эту встречу вы увидите в интернете. А, да, обязательно зайду. А вот обязательно. Вот если вас интересует, я хотел сказать детям, когда вел занятия в школе, ну, они так, дети-то балуются бывает, а тут замерли. А потом, я говорю, скажите, вот, как вас звать? И перевожу, что означает. Николай, это, я говорю, победитель Николай, Виктор, Никита, а тогда и то же слово с разных языков. Оказывается, у мужчин 750 имен. А из них только 33 употребляются. А возьмите, вот, в правительстве был Ворошилов Климент Ефремович. Ни Климента, ни Ефрема нету. Нету? У меня старший брат Самуил, был Самуил Яковлевич Маршак, переводчик, поэт. Теперь, ниже меня... А, вот, секунду, можно перевернуть? Знакомая, назвали, сына Лука. Да. Евангелест Лука. А вот меньше меня брат, священник, Иоаким. А Иоаким, это Богородица Дева Мария, так она по паспорту Мария Иоакимовна. Отец Иоаким. У меня отец Тихон. Вот если вы в интернете зарядите свое имя, фамилию, там вам несколько тысяч кинут. Но если зарядите Игнатий Лапкин, я один. Один на Фейсбуке, один в Ютубе, один в Гугле, везде один. Почему? Родители называли по календарю. У меня отец Тихон, у него братовья были Амос и Наум. У моей мамы три брата ушли на фронт, не вернулись. Макарий, Филарет, Эммануил. Понятно? Это в одном гнезде такие имена. Да. Почему? Вы всегда жили в Барнауле? Нет, мы живем в 150 кинутах от Барнаула. Нет, но на Алтае. На Алтае всегда, да. Родился тут я, а уверовал я в Латвии. Там я на Балтике работал после армии. Выучал латышский язык, кажется, через три с половиной месяца я уже с ними разговаривал. Я люблю это. А некоторые, да они националисты, его спросишь, куда пройти, он вот так показывает. Я говорю, а я с ними разговариваю, они меня не знают, куда посадить в доме. Ты уважай их обычаи. Знай историю народа этого. Сколько он претерпел. В Чечню не ездить и головы режут. Ну, вам-то все равно. А этих-то с собой. А мы двое и шофер, и собака. К слову сказать, собака первый раз вернулись, стала чемпионом Сибири. Второй раз вернулись, когда стала чемпионом России. Я сам в уголовном розыске занимался, я знаю, как с ними. Ну, и тут такой профессионал, кому она принадлежала. И вот теперь, когда мы все это охватили, все показали, я говорю, можете еще сделать такое? Ну, а с чем я поеду? Ничего нет. А мы тоннами, четыре тонны забрасываем груз, и там уже возвращаемся каждую неделю. Когда на восток ехали, мы каждый день проезжали тысячу и тридцать километров в день. В десять часов подбой, два часа подъем. Зачем мы это делали? Для Бога. Это моя страна. У нас в лагере, у детей лозунг висит. Россия должна встать. Восвязательный знак. А дальше Россия, тире, это мы. И дети скандируют. Россия должна встать. Такой пацаненок. Это патриотизм в человеке. Это Россия. Не так, что для русских. Как Владимир Владимирович Путин сказал, только придурки могут это сказать. Тогда наших русских надо отсюда гнать. Земля наша для всех, которые желают мира. Владимир Борщиков выступил после цунами. Почему пустые земли не отдать бы этим японцам? А там бы музей какой состроить, их смывает. По правде-то надо поступить. Земля пустая. Это Владимир Вольфович говорит с трибуны съезда. Понятно? То есть мы мысли добрые должны везде находить и помолиться об этом. Господи, притвори это. Как бы больше добра сделать? Китай рядом 2 миллиарда ворочаются. Они там горы эти режут ступенями, землю туда мешками носят. А у нас мы проехали, сотни километров никого нету. Разве это справедливо? Да, да. Китай там уже до Байкала дошел. А здесь с юго подпирают. Абортов сделано за 20 лет 120 миллионов. Миллионов. А та страна погублена внутри у трубы матери. Так что, дорогой Николай, ищи Бога, крепко веруй. Если будешь на наших ресурсах, ты это получишь. Если услышишь, там пишут про нас плохое, разберись. Я скажу, что ни разу никто не сказал правды. А выдумывает. У меня две жены. Откуда она взялась-то? Вторая-то жена. А другой. Он бросил, с молодой уехал. То есть что хотят? А другой, я знаю его. Он только старуха бирает на деньгах. У него там 5 домов. А у меня ничего нету. Когда я вернулся, я судиться подал в суд. У меня изъяли 15 магнитофонов и фонотека. Самая крупная, наверное, в мире. По тем деньгам они должны были 11 миллиардов. 11-13 шел в суд, я его выиграл. Ну, заплатили меньше. Вот два домика дали в Барнауле. В центральном районе я получил. Решением суда. Интересно? Я на корабле был, когда написал стихотворение, когда волна бьет и намерзает на один бок. А нельзя ничего сделать. И шхуна прокидывается. Вот начинается стихотворение так. Рыбацкая шхуна с волнами боролась стремительно. Крен возрастал, смятение росло. И раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник. Как туша убитого кем-то пенвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха. Проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошены разом волну. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной Других я улег за собой. Как-то я в литературном институте там Лев Ашанин вел занятия. Ну и мне дали это. Ну по одному дают. А тут еще раз скажи. А я дорогой написал. Я еще раз сказал. Он говорит, у нас впечатление, что вы ворвались и все наши окна распахнули. А тут рифмовка-то какая. Цикл, цикл, мотоцикл. Ну сам мне скажи, что это такое? Как этот Андрей там пишет иногда. И написал, говорит. И едет там женщина, а она писала по бессектрисе. Это додуматься надо. Я говорю, это что, поэзия? Поэзия должна затронуть нутро человека. Чтобы он понял. Эти слова, они в прозе не так принимаются. Я свои стихи не считаю стихами. Проповедь в стихах. Проповедь в стихах. Вот я когда веду занятия в университете, я студентов предупреждаю. Я отвечаю на все вопросы. Политика, экономика, социология. Разницы нет никакой. Но вот теперь я буду отвечать. Всегда вопросы отвечаю. Первое. Что об этом, что вы задали? Говорит Библия. Это 77 книг. Вот я показываю ее. Что об этом же говорят святые отцы? Это 300 томов палеантов. Что говорят об этом житие святых? 1173 биографии. Что говорят канонические правила? 719 правил. Но до этого я буду добавлять. Что говорят об этом? На ваш вопрос 300 поэтов за 300 лет в России. 300 поэтов за 300 лет. И на каждый вопрос я отвечаю 6 поэтов. И каждому поэту эпиграф из Библии. Какую нужно в памяти вести? Ну это 20 тысяч шпайлов. Я проворачиваю. 20 тысяч шпайлов по стихотворениям. Интересно, да интересно? Эти книги сразу сметают из библиотек. Они не имеют аналога мировой практики. Почему? А это не мое. А как вы стихи пишете? Где вы тему берете? Меня спрашивает старейший. У нас тут поэт был. Это его как-то звать-то было. Иосиф. Вот. Я говорю, я не ищу темы. Я утром молюсь. А молюсь, молюсь. Это как лестница. Это называется щетки. Сто поклонов. Правила просчитаю. И таких я должен в день 7 раз молиться. 7 раз, не меньше. И вот на молитве бывает. У меня ручка лежит. И мысль у меня как бы мелькнет. Я сразу раз записал. Все. Теперь я молюсь до конца. А дальше сажусь. И сразу пишу. 36 строчек. Без помарки. Представьте. 3467 стихотворений. И ни одной помарки нигде нет. С чистого листа. Это не бывает так. Он Пушкин десятки раз перечеркивал. А там ничего нет. У меня сразу она в рифму ложится. И притом не так, что любовь там вновь. Нет. У меня депричастие с этим сосказуемым. И оно совершено. Ну сами видите как. Нет. Вообще про корабль. Это Бог делает. Еще раз говорю. У меня нет ни на счет. Но это талантно. Я вот читаю сейчас стихи свои. И все там восхищаются. Я так же смотрю. Столько там заложено. Двойной, тройной подтекст. Так надо толкование писать. А один раз прочитал. Да я не понял еще что-то. А второй раз прочитал. О, батенька. Так а поэт. Считает-то. Поэт. Так у вас тут сколько заложено. Третий раз прочитал. Я прочитал. Он у меня. Да ты наглец такой. Нахал. Ты же что сказал-то. Я говорю. Дошло. И сказано такими словами, что тебе надо расшифровывать. А я хотел о важном сказать так, чтобы понятно было. И никого не задеть, как будто. И всех задел. Это Бог делает. Вот вы зайдете на наш сайт. Вот такими словами. Открытым оком. И слово сайт. И там все. Мои книги. Стихи. Вы все можете скачивать. Интересно? Интересно. Это все. Это у нас такой человек встретил. Это Бог. Мое повторяю ничего. Это благодать Божия. Я за собой ничего этого не знаю. А кем вы хотели маленький быть? А в моей биографии написана там книга «Для слова Божия нет уз». Я с пяти лет хотел быть террористом. Террористом. Слова такого еще не было тогда. Не было тогда. А были коммунисты. И отец рассказывал, как раскулачивали. А он не слышал. И говорит, а я пасу с ним. А я сзади сижу. Вот это вот ямы были. Тут жили Редькины. У них то-то, то-то было. А потом пришли и все забрали. Их сослали. Там померли. А я сижу сзади. В степи. Двое. И сижу плачу. Он меня не видит. Отец переходил в меня. Я написал. Я думал, как бы им отомстить. Я Бога-то не знал. И говорят, а вот война в Чечне была. И там из Украины был. Сашка-музычка. Билый, Билый. И вот за ним охотились. Ну и мне говорят, я в Москве был. Вы со всеми находите общий язык. С мусульманами, с буддистами. А вот с Сашкой Билым нашли. Я говорю, я бы искать не стал. Потому что это я. Это я. У него три дяди взяли по линии НКВД. Всех расстреляли. Вы что хотите взять человека? У меня три дяди на войну ушли. Никого нет. Я ничего не умею. Никто мне не поможет. Отец не знает. Я самоухом доходил до всего. Да еще при физическом недостатке. Это тогда как? И вот когда начинаешь человеку рассказывать. И вы не отчаялись. Ну я этого слова не знаю. Это грех. Вот у меня оружие. Везде понатыканы были патроны. Ножи я с этими днями мечу. Собака рядом. Меня живьем взять трудно было. Я все учел. Но не учел одного, что Бог покажет мне, что ты будешь страдать. Тебя убивать будут. Это было с Савлом, который гонитель был христиан и сделался апостолом. Вот у меня такое же было. Бог избрал меня от чрева матери. И я это все прошел. Такую дурь гнал. В армии было. Набирали в Алжир. Помогать там. И я пошел добровольно записаться в Алжир. Это что, думал или нет? А зачем? Улучшить свой французский язык. Это вообще безразмерная дурость. Но Господь не допустил. Там тоже аргументы дают. Ну да, аргументы. Я много в Америке ездил. Когда вызвали они. Они любят этих узников. Как говорится, узники совести. Я вот вернулся опять живой. Сегодня помолился. И Господи, пошли человека, который желал бы услышать. И вот вы пришли навстречу. Я обычно прогрессую. Когда Россия появляется, я обычно прогрессую. Так, ну я отхожу туда. С Богом.